Куда мы идем? Мы идем в Рамблер 5 минут и я записываюсь Подкаст, подкаст Ребята, всем привет! Вы смотрите LoveBlog и с вами Яков Ачук Дмитрий и Андрей Смирнов Да, это я Привет, очень приятно Frontend Weekend, кто не знает подкаст И как вы догадались, мы сейчас будем писать подкаст И мы решили сделать это еще и в видеоформате Да, и возможно мы даже Выложим это потом Как видеоформат подкаста, если у нас все удастся Круто Но не факт Но в общем, сейчас мы попробуем Но говорим все равно сюда Да, ставим лайк сразу Да, сразу и подписываемся на все каналы Да, которые будут Всем привет! С вами 14 выпуск подкаста Frontend Weekend И его на данный момент уже один Постоянный ведущий Андрей Смирнов Так как Артем успешно Переехал в свой Амстердам Пожелаем ему там удачи И сегодня у меня в гостях Дмитрий Ковальчук Это основатель Один из основателей Лофт-блога Лофт-скула Айти-лофта И многих других Замечательных юридических лиц Которые мы сегодня обсудим Расскажи вообще На данный момент Что Твое главное Занятие Всем привет, ребята Я очень рад здесь присутствовать На этом подкасте Главное мое занятие Это Сидение за компьютером Наверное, как и у многих Единственное, что я сейчас Больше занимаюсь не кодом По понятным причинам У нас Достаточно Большая компания Уже на данный момент И Требуется ей руководить Поэтому Ну, то есть я сижу Так же, как и многие За компьютером Только много Менеджерской работы Вот как-то так Давай начнем с самого начала Вот Сколько лет назад Вообще появилась идея Основать что-то С названием Loft Ой Сколько лет назад Слушай, это было примерно Наверное, 5-6 лет назад На самом деле Точные цифры Мне всегда тяжело запомнить Просто потому что Мне их тяжело запомнить Но Было примерно так Я кратенько поведаю То есть мы с Кори Чернобаевым Работали вместе В большом стартапе Мы были там Фронтенд-разработчиками Писали на Backbone.js Кто-то может знает Такую старенькую штуку Вот И мы однажды гуляли Просто с ним И думали о том Что делать дальше Как быть Мы всегда хотели Заниматься Каким-то совместным Предпринимательством Можно так сказать То есть какую-то Хотели Компанию Где мы будем Сами решать Как это все будет происходить Будем сами решать Когда ездить в отпуск Как строить компанию С какими людьми работать Чтобы над нами Не стоял дядька И не командовал нам Типа Вот например У нас сегодня вечером Мероприятие в Москве И Многие Жалуются Типа Чего вы на 6 приглашаете У нас работа до 7 И я всегда думал об этом Почему Как бы Я не могу уйти с работы Когда мне хочется А потом доработать Понятно Что сейчас в IT-сфере Эта проблема Более-менее решена Но так или иначе В общем мы хотели Определенный уровень свободы Во всем И мы гуляли И думали Как назвать То, чем мы будем заниматься Мы на тот момент Планировали открыть Веб-студию С этого начать И там Что-то думать дальше Может быть Какие-то технологичные Стартапы делать Вот И Лофт Это было очень актуально На тот момент В Питере Многие фабрики Большие заводы Стали переделывать Под Лофты Что это такое Если слушатели не знают Это когда Какое-то пространство Ну Завод Да Допустим Его переделывают Под офисы Переделывают Под какие-то арт-пространства Галереи Магазинчики Современное искусство Бары Там Какие-то показы Фильмов И так далее И нас это все Тоже очень вдохновляло И мы подумали Лофт Ну там было много вариантов И конечно же IT И так появилась IT-лофт Чуть позже появился Лофт-блог Который По задумке Должен был быть Блогом для Веб-студии Где мы могли Что-то выкладывать Про свою жизнь Может быть Там Какие-то статьи А потом мы подумали Что неплохо бы делать видео Потому что Видео это круто Но это уже отдельная история Вот Ну и так вот это все прижилось То есть начиналось Все с веб-студии Да Именно так Это очень простой вариант Начать То есть Мы начали Что-то Что-то Типа фриланса Мы Просто С Колей взяли Уволились Ну мы запланировали Типа Скажем так Весной мы запланировали 1 сентября Увольняемся И в бой Что бы Что бы там ни было И Конечно же Мы начали Фрилансить Начали там По сарафанке Искать заказы Ну то есть То как Любая веб-студии Развивается Мы примерно Месяцев Десять Работали Вдвоем Потом Мы Чуть-чуть У нас Грубо говоря Там На 20 тысяч Больше заработали Чем обычно Наняли еще Двоих ребят Которым сказали Что чуваки Мы Стартап У нас Никаких гарантий Нет Но вы Сходите Можете К нам Присоединиться И Потому что У нас Классно И мы Уже Работали Вчетвером И конечно Это уже Было Очень тяжело Потому что На четверых Наработать Зарплату Найти Заказчиков В общем Все это Было Очень сложно И Мозги работали Просто как Ядерный реактор Мы тогда Днем работали Ночью писали Уже видео уроки Мы очень мало Спали У меня на этот момент Уже была дочка Которой было Примерно 2 года То есть Все это было Не просто Но это было Очень круто Драйвово И Тогда Тогда реально Началась Создаваться Целая история История нашей компании История Лофтскула Лофтблога Сколько вы в среднем Зарабатывали Когда в IT-лофте были? Слушай Мы начали С очень маленькой Зарплаты С очень маленькой Мне на самом деле Не сложно Расскрыть мои цифры Потому что Подкаст Конкретно Вот ты У меня Как бы Задаешь мне вопросы Как к человеку И Это не секрет Я тогда Работая в стартапе Фронтенд-разработчиком Писал на Жаваскрипте Backbone.js Я получал От 30 до 40 тысяч рублей То есть это было Соответственно Лет 6 назад Примерно Там плюс-минус год Это были Тогда это были Уже неплохие деньги Для меня Вот И когда я уволился Я перешел С планки 40 тысяч На планку Примерно Вот я мог заработать За месяц 20 тысяч рублей Это было Конечно Очень мало Но мы не сдавались Шли вперед Зарабатывали С каждую копеечку Я помню Свой первый заказ На фрилансе Я сделал сайт Внимание За тысячу рублей И заказчик Не хотел мне платить Я с ним Через арбитраж FL.ru Небольшая реклама Этому сайту Мы через арбитраж Спорили Чтобы этот Негодяй Мне отдал тысячу рублей Я после этого Написал ему Плохой отзыв У него был Единственный Плохой отзыв Он потом еще За мной Год бегал Говорил Слушай, убери плохой отзыв Я говорю Ни за что Потому что Это просто издевательство Это было Жутко унизительно Но через определенную Степень даже Унижения Приходилось проходить Потому что Была цель И было желание Создать хорошую Веб-студию Которая станет Одной из топовых Веб-студий Питера Может быть И пойдет дальше Она стала? Нет, она не стала Потому что Мы переключились На LoftBlog И на LoftSchool Это другие проекты Которые В определенный момент Мы поняли Что мы не можем Вести все три проекта Одновременно То есть LoftBlog Это портал Видеоуроков И IT-тусовка IT-СМИ А LoftSchool Это школа Онлайн-образования Если кто вдруг Не знает Ну так Три компании У которых Большой штат На тот момент Уже Наверное Около 50 человек И мы поняли Что мы Разрываемся Мы наняли Мы наняли Генерального директора Человека Которому мы Мы доверяли На тот момент Очень сильно И полностью Делегировали ему Развитие студии К сожалению В том числе По нашей вине Как я считаю Эта затея Не удалась Веб-студия Потихонечку Угасла То есть Она все же Немножко Угасала Угасала Вот Требовались Такие-то Кардинальные Изменения В общем-то Живем Потихонечку Сейчас просто Мы поняли Что надо Все силы Бросить Больше На ловскую Считаешь ли ты Что делегирование Кому-то Такого дела Которое тебе Очень сильно Интересно Тебе И твоему Напарнику Если ты его Отдаешь кому-то То Действительно На мой взгляд Это почти всегда Обречено на провал Потому что Человек этим не горит Сам по себе Он просто Это будет делать Как работу Но при этом В том виде В котором вы Передавали Наверное IT-лофт Он не являлся Лаковым кусочком И этот человек Просто выгорел Или ему просто Не было особо Интересно Это вопрос Гораздо сложнее Чем просто Да и нет Считаю Не считаю Дело в том Что Мы разместили Вакансию На генерального Директора И по каким-то Определенным правилам Пытались По классическим Правилам бизнеса Найти человека Который по Каким-то Качествам Опытам И критериям Подходил Мы собеседовали К нам приезжали люди И мы смотрели В глаза этим людям И понимали Блин страшно Просто страшно Отдавать компанию В чужие руки Даже видно Что человек подходит Говорят Кстати Совет такой Слушателям То есть В такой ситуации Будьте Когда приходит Человек Вы отбираете Человека На гендиректора Если вам Реально страшно От него Что он жесткий Такой Вот его и надо Брать Может быть Так и надо Было делать Но мы в итоге Взяли человека Которого мы уже Давно знали Который с нами Прошел уже Определенный путь В какой-то степени Это был Друг и приятель Вот Сейчас к сожалению Мы с ним Практически Не поддерживаем Общение Вот Мы сейчас Находимся в состоянии Развода с ним Такого делового Партнерского развода Вот Но я все равно Стараюсь как-то О нем Сейчас Постараюсь Ну Концентрировать Свои воспоминания На хорошем Итак Ответ на твой вопрос Что да Безусловно Это большой риск Но Всегда есть шанс Что все-таки Этот директор Окажется Каким пробивным Таким парнем Который может быть Даже Разовет компанию И сделает ее В сто раз круче Чем то что было Почему нет В целом Наблюдая Там если следить За всякими Компаниями Мирового уровня Всегда так было Часто приходил Новый директор И он Соответственно С ним компания Шла либо вниз Либо вверх К сожалению Нету Какого-то рецепта Стопроцентного Чтобы Ты налил человека И все было круто Окей Очень интересно Лично мне Вот Не было тебе Лениво судиться За тысячу рублей С людьми Вот тот человек Который тебя Кинул Да нет Заплатить Там реально Была тысяча рублей Или это Это было Ровно тысяча рублей Ровно тысяча рублей Это был Перевести сайт На ЦМС Она была А Там Типа там Какая-то компания Которая занималась Какой-то ерундой То ли мебелью То ли чем-то таким Была какая-то Табличная Жуткая Старая верстка И Я его Я его У меня было 12 часов За 12 часов Полностью переверстал Весь сайт Посадил его На По-моему Джумлу Тогда это было Еще нормально Сейчас конечно Это Ну Типа Считается Зашквар Да Хотел избежать От этого слова Но не смогу В общем-то Я это сделал за день Я хотел получить Свою тысячу рублей И Там Я не хочу просто Копаться во всем этом Вспоминать это все Но Это на самом деле Достаточно просто И те кто работает На фрилансе Меня поймут Человек просто Не хочет платить Там есть такая возможность На фрилансе Претензии какие-то пишет Я говорю Все что было Заказано Я сделал Ну и соответственно Там Это не занимало У меня много времени Это Такая система Достаточно продуманная Я просто Описываю ситуацию Нажимаю Отправить жалобу Жду пока Арбитраж ФЛ.ру Что-то ответит Он отвечает Предлагаем вам Найти мирное решение Я говорю Окей Заплатите мне Мои деньги Это будет мирным решением Вот в итоге Как бы Это было не сложно То есть он заплатил В итоге Да он в итоге Заплатил Я ему оставил Негативный отзыв Это был его единственный Негативный отзыв А отзывы на ФЛ.ру Очень много Значит он был работодателем Вот Он мне потом писал И угрозы какие-то И убери Там что-то требовал Я естественно Не стал убирать В отзыве я написал Полную правду То есть скажешь Что я считаю Описал полную Ну с полной ситуацию Как я ее вижу Я понимаю Что он может как-то По-иному видел Но тем не менее То есть арбитраж Встал на мою сторону И справедливость Была доказана И эта история Прикольная Потому что Я почему и рассказываю Рассказываю часто новичкам Сейчас есть большая проблема Потому что новички Там какие-нибудь курсы Закончили Или не закончили Неважно Наши Наши Что угодно И хотят сразу зарплату Как вот у тебя В подкасте Там 150 тысяч Они не понимают Иногда Что какое-то время Нет ничего зазорного Чтобы поработать За меньшую сумму Вот Потому что Ну Если ты крут Если ты хорошо делаешь То через год Примерно в нашей сфере За год Можно добиться Той суммы Которую ты хотел Изначально Это правда Но Обычно просто сейчас Уже такие пошли Фронтендеры Именно Те которые уже Позиционируются Как фронтенд разработчики Они уже сразу У них немного Нос задран кверху Они уже думают Что они вот такие Вот вырываются Им все должны Сразу заплатить Много денег То есть Конечно же справедливо Что если ты пришел Такой И ты просто Веб-разработчик То ты там Где-то Верстальщиком Можешь поработать На 40 На 60 тысяч рублей Но как правило Сейчас большинство людей Особенно Те которые Уже варятся В тусовке Они сразу же Хотят большего Конечно Особенно если Это Москва Я считаю Правильно Надо хотеть Ну надо Знать Что ты хочешь Этого добиваться Еще раз повторюсь Для слушателей Чтобы они правильно поняли Это был фриланс То есть Если путь фрилансера Он сильно отличается От того пути Когда ты куда-то В компанию Идешь большую И в ней работаешь И там Очень важно Работать на рейтинг То есть там Чем у тебя круче рейтинг Каждый заказ Это твой рейтинг То есть Ты выполнил заказ Получил И поначалу Чтобы набить руку На фрилансе Иногда действительно Приходится браться За мелкие заказы Мне очень часто пишут Ребята Мне вообще Очень много пишут Так как я пишу уроки Оставляю свой контакт Очень много хотят помощи Новички И говорят Что я вот уже там На фрилансе Три месяца пытаюсь Взять заказ Ничего не могу взять Ну это нормальная тема Поставь на первый заказ Поменьше денежку Сделай ради опыта Сделай красивое Что называется И к тебе обратятся Это тот же человек Может к тебе обратиться Новых людей ты привлечешь Потому что тебе хороший отзыв Но это Сам понимаешь Это совершенно другой путь Фриланс Это совершенно отдельная тема Может быть Заслуживающая отдельного подкаста У меня там есть опыт Может быть не очень большой Но в том числе У меня опыт там Работодателя У меня есть аккаунт работодателя Есть аккаунт исполнителя Под этими аккаунтами Уже сколько только людей Не работало Потому что мы же компания Но это тоже отдельная история Пожалуй Этот сайт Который ты сделал За тысячу рублей Его разумеется Нет в портфолио На IT Loft Ой ты же прикалываешься Нет конечно Это был Это была просто Прикольная история Мне нравится Что она тебе зашла И ты ее хочешь обсудить Потому что Нет мне на самом деле История зашла Это ок Мне больше интересно Сколько Ну я видел Там есть портфолио Там условно Где-то работ 15 У вас Находится Разумеется Среди них есть Сами сайты Loft School Loft Blog Те наверное Которые вы делали Для себя Не за деньги За другие сайты В среднем Вы какие деньги получали Уже на этапе того Когда вас Позиционировали И воспринимали Как губ студию У нас был Вполне понятный Путь Мы первые сайты Делали От 15 до 30 тысяч Рублей Потом Мы Понимали Что прошло полгода Мы уже делаем Классно И мы не хотим Браться больше Меньше 30 тысяч Мы сделали Линейку Тарифов Там от 30 до 120 тысяч Вот И Еще поработав Там скажем Год И это уже У руля Конкретно Были не мы Занимались Другие люди Это менеджеры Там верстальщики Дизайнеры Вот Соответственно Проекты Доходили Вот В IT Loft Скажем так За последний год Наверное От 100 До 500 Тысяч рублей И Надо понимать Что портфолио На сайте К сожалению Оно Не отражает Того Что мы делали Потому что Очень многие заказы Мы не имеем Права размещать Я понимаю Это часто звучит Так Что как так Не имеют права Размещать Но реально Такова Рынок В IT В России Устроен Следующим образом Это целый ряд Перепродаж Проектов То есть Кто-то Выигрывает Тендер Он Соответственно Компания Какая-то Выиграла Тендер Она пытается Перепродать Другой Компании Та компания Перепродает Третьей Компании Та Четвертой И естественно Все кто Находится В цепочке Они не имеют Права Размещать Сайт у себя В портфолио И Наша компания Нередко Бывала В таких Цепочках Ну да Если ты не студия Артемия Лебедева Которая Может сразу Написать Что Мы делали Сайт Альфа-Банка Газпрома И вот у нас Она в портфолио У нас Было Несколько Заказов Максимальной Крупности Которые Только можно Представить В России Но это было Всего пару раз Но мы не можем О них говорить Но вы их Успешно выполнили Издали Естественно Не без косяков Там были Много Много проблем Ну менеджерских То есть То переделайте Это переделайте Я не помню Вообще Чтобы Ну вот Большие проекты Хоть раз Задавались В стиле Вот и доп От и з Вот вам деньги До свидания Часто Там бывали Всякие страшные Истории Интересные Но я пожалуй Не на подкасте Расскажу тебе Потом После подкаста Ну Интересно Хорошо Давай немножко Про твой Прошлый опыт Еще Ты упомянул Что ты Программировал На бэкбоне Да Какие Какой главный Недостаток Бэкбона Ты для себя Отметил На тот момент На тот момент Я Чтобы ты понимал Это Бэкбон Был один Большой недостаток Это сам Бэкбон Потому что Не было Совершенно Понимания Как все Как появились Большие приложения На этом Мы делали Приложение Я не помню точно Не могу ли я Называть его Я часто называл В разных интервью Что мы делали Я не буду называть Именно компанию Но скажу Чем она занимается Это Мы делали сервисы Для ТСЖ И Как-то Агрегаторы Платежных систем Сейчас В Ленинграде В Ленинградской области Петербурге Многим приходят Квитанции ТСЖ И там На бренд-стороне Соответственно Так Мы оба поняли О чем Это речь И мы делали И мы делали Что-то Типа Мы делали Несколько сервисов Мы делали Нечто вроде Аналога 1С Это Бэк-офис Для сотрудников ТСЖ Соответственно Можете себе Представить Нам нужно было Что-то делать Под старые версии В том числе А мы Как бы Хотели делать Все современно Насколько это позволяло Итак Твой вопрос По поводу Бэк-офис Самая главная проблема Что не было понимания Как решать проблемы И это Кстати Послужило Мотивом Нашим К созданию Лоу-блога Потому что Мы искали Как решить проблемы Мы не могли найти Ни статей Ни хороших Видеоуроков На русском языке Все что мы находили Это было На английском языке И что-то мы находили На китайском языке Там Вот И мы подумали Что было бы круто Записать видео Обучалки По Бэк-Боун На русском языке И именно это было Самыми главными Дрожжами Которые Помогли нам Компанию Запустить Прямо В рост Мы достаточно быстро Стали набирать популярность Мы запустили сайт И вот В общем-то За счет Бэк-Боун-ЖС Большое ему спасибо За это Потому что До сих пор Каждую неделю Мне сыпятся на почту Уже сейчас меньше Конечно Несколько комментариев В стиле К урокам по Бэк-Боун-ЖС В стиле Какой ужасный звук Плохо видно Сделайте же нормально Наконец-то Но это Это был наш первый опыт Вообще Мы понятия не имели Как писать скринкасты Что для этого нужно использовать Я примерно то же самое Ожидаю Когда сейчас люди Там услышат Первый выпуск Моего подкаста Но благо Все молчат И никто особо Не реагирует Но хотя Примерно Ты тоже понимаешь Когда сравниваешь звук В двенадцатом выпуске И в первом Понимаешь Насколько они Диаметрально Противоположны Ты закончил Из ПБГУ Правильно я понимаю Нет Я ИТМО закончил Ну Из ПБГУ ИТМО А да Извини Из ПБГУ ИТМО Факультет Компьютерной технологии Управления Да Насколько там Вообще Научили тебя Программированию Или Насколько там Учат Более абстрактным Вещам Математики И так далее Слушай Какие прекрасные вопросы Мне очень нравится В общем-то Я в университете Занимался Чем угодно Кроме Программирования Так как Как я этим Стал заниматься После института У нас было И программирование В общем-то Никакого Джаваскрипта Там и в помине Не было Естественно Мы там Программировали Микроконтроллеры Мы писали На C Очень много Было высшей математики Очень много Вот таких Всяких Сложных вещей Конкретно Не пригодившихся мне С одной стороны С другой стороны Там были Прекрасные преподаватели Очень жесткие Которые Которых я тогда Не долюбливал Из-за того Что мне приходилось В университете Проводить иногда С 8 часов утра До 10 часов вечера Мы реально Жили в вузе Очень сложный вуз Кстати И кафедра КТУ В любом случае Я очень благодарен Университету Он мне помог В следующем Я научился Добиваться результата То есть Была какая-то тема Какой-то предмет Который мне Совершенно непонятен И безумно сложен И я знал Что я добьюсь Я разберусь Я это должен сделать И то же самое Это мне Это мне помогает Сейчас во всем То есть Что бы Что бы я в жизни Не встретил Сколь сложно Бо это не было Это может быть Как какой-нибудь Код Условно Да Или Какой-то новый вид спорта Я знаю Что просто нужно Приложить определенные усилия И ты этого добьешься Итак Резюмируя Итмо Мне не помогло В изучении Программирования Я считаю Но заложил Определенный фундамент Который мне Потом помог Ну да Ну то есть Примерно то же самое Могу про МГУ Сказать То есть Просто закладывается Такая в тебе Характеристика Что ты можешь Просто взять И ты знаешь Что с любой задачей Ты можешь справиться То есть Просто нужно Приложить Определенное количество усилий И любая задача Будет решена Да Еще пару слов Могу сказать Про ВУЗ Опять-таки Я там много Время потратил зря Я сейчас С большой радостью Смотрю на ребят Которые там На уровне Первого курса Университета Уже там Программируют Во всю Изучают React Там JavaScript И так далее Это очень круто Молодцы Потому что Первые два курса Я вообще Ничем не занимался Кроме как Тусил То есть Мы Просто отрывались Как могли Вот Я немножечко Работал Где только мог И я поработал Немного Барменом В ночном клубе И потом У нас было Было несколько Бизнесов У меня была Фотостудия У нас с Колей Совместно было Несколько бизнесов То есть Веб-студия Это в принципе Было не первое Чем мы занялись Мы всегда хотели Что-то двигать Что-то делать Вот Но и были Было пару лет В УЗе Когда мне приходилось Просто не вылазить Но я часто На ночной работе Работал То есть я в УЗе Проводил Бывало весь день А потом еще Всю ночь работал И такой режим Был совершенно сумасшедший Но я его считаю Нормальным В определенный Промежуток времени Хотел бы донести До слушателей Этого подкаста Если это будет им полезно Ребята Не слишком себя жалейте В юные годы Иногда нужно Вдарить Вжарить по полной То есть Использовать все время Которое у вас есть Потому что Когда ты Чем старше Ты становишься Тем сложнее Это сделать Элементарно По состоянию Твоего физического здоровья Ну там И семейному положению Там еще почему-то Обращаясь в прошлое Ты не жалеешь Что потратил Пять лет На окончание ВУЗа Сложно сказать Если честно Был такой момент С армией Как известно Вообще Когда я шел в ВУЗ Меня это очень беспокоило Я очень боялся Идти в армию Просто потому что Истории в газетах В телевизии В интернете Кишили подробностями Что там происходит Сейчас я уже так не считаю Мне кажется У меня много есть друзей Которые бы служили Но тогда мне казалось Что институт Это своего рода Спасение от армии И надо просто туда идти И спастись от армии Грубо говоря Потом естественно Я потихоньку Своё мнение изменил Не знаю Не могу сказать Что я жалею О потраченном времени Хотя иногда я Такую фразу Произношу Типа Вот если бы я не потратил Зря 5 лет в институте И занялся бы Лоу-блогом тогда То сейчас Возможно Были бы гораздо Более крутые результаты Потому что Вот когда ты делаешь Какой-то IT проект большой Даже вот Лоу-блог Или лоу-скул Каждый год Очень важен Очень важен Если ты без инвестора Развиваешь Большой какой-то проект То Каждый месяц важен Каждый год важен Конечно В какой-то степени Жалко потраченного времени С другой стороны Есть очень много Классных историй Есть что-то вспомнить Я там познакомился С своей будущей женой С друзьями Какими-то Правда С вуза Их не так много Осталось Но тем не менее Хорошо Ты говоришь Что там изучал Всякие разные языки Программирования Какие Ты В принципе Топ языков программирования Которые тебе сейчас нравятся Которые ты оттуда почерпнул Которые до сих пор тебе нравятся Ну Один-две C и C++ Потому что Исторически так сложилось У меня еще У меня папа Программист Он меня В детстве Когда я очень много играл В компьютерные игры Он все пытался Мне заставить Говорит Вот напиши что-нибудь на C Я не понимаю Мне это злило всегда Он иногда Потому что жестко Говорил Все выключай игру Пиши вот программу Какую-то Я что-то писал Вроде мне немножко Это нравилось Но я просто хотел Как можно быстрее Продолжить играть В компьютерные игры Вот И потом в университете Тоже был C Поэтому Ну я поставлю Просто в моей истории C И C++ Вот Ну сейчас Это конечно JavaScript Потому что Я Офигенно люблю этот язык Он крутой И как Я не раз слышал В твоих подкастах Что вся движуха Сейчас вокруг JavaScript Мне это очень нравится Меня это радует Это клево И мне нравится Что я могу Какой-то делать вклад Во все это Быть в этой движухе Вот Общаться с тобой Опять-таки Подкаст Frontend Weekend Это клево Мне нравится жизнь Когда вокруг языка Какая-то происходит Потому что Например PHP Наверное Тоже очень классный язык Я на нем писал Но Что-то Не слышу я ничего Вокруг него Кроме шуток Про то что Он не очень Это классика Какие Фреймворки Если ты говоришь Что ты Во всей этой движухе То Насколько Ты Глубоко в нее погружен Насколько Ты успеваешь Следить за всеми Фреймворками Которые сейчас появляются React Angular Ember И так далее Все это многообразие Знакомился ли ты с ними Как вообще У тебя с ними Нет Я не знакомлю Я с ним В них не погружаюсь Глубоко Поскольку я Не пишу сейчас Никакой коммерческой разработки На этих языках И не пишу вообще Как я сказал Вначале У нас достаточно Большая компания И В какой-то момент И я И Николай Нам пришлось Просто сказать себе Что В нашей компании Мы больше не будем Писать Код Потому что Ну Сколько можно Нам нужно Заниматься управлением За развитием И так далее Хочется конечно Особенно Когда Ты нанимаешь Фронтенд разработчика Он что-нибудь пишет Хочется Какие-то косяки Поругать Научить Объяснить Но надо держать себя в руках Понимать Что В компании Вот есть отдел разработки У нас есть руководитель Отдела разработки У него есть подчиненный И я всегда Себя стараюсь Ловить на том Чтобы когда я разговаривал С ребятами простыми Которые у нас В компании Пишут код Чтобы я с ними Разговаривал Просто Ну Не комментирую их код А просто Слушай Что ты используешь О прикольно А вот так можно Вот посмотри Уроки Уроки Я по Вебпаку Записал Курс Не так давно Вот посмотри Может быть что-то тебе будет полезно А если какие-то есть косяки Именно Я уже ставлю задачу Руководителю отдела разработки И он уже дальше Общается вниз Вот это очень важно Понимать Но в то же время Мне нужно быть естественно В теме Я просто Я очень много читаю Слушаю подкасты Вот в том числе Твой подкаст Чуваки Просто я Я всегда смогу Используя Опыт других людей Получать какую-то От этого пользу Ну я даже не знаю Как сказать Я вот могу Могу обсудить Даже там Какие-то минусы Какого-то фреймворка Я ни разу на нем не писал Просто потому что Я это От лидеров Отрасли Слышал Могу сказать А вот что ты По этому поводу Думаешь При этом Я смотрел Твой гитхаб Он довольно Пуст Там нет Чего-то там Значимого Каких-то фреймворков Собственно Написанных Но при этом Там есть несколько Я посмотрел У тебя есть 11 звезд Которые ставил Другим репозиториям В частности Я нашел там Bootstrap И BasicJS Рома Дворнова Вот Почему именно они Ну то есть На основе чего Ты ставишь звезды В гитхабе Очень легко Объяснить Сколько ты лет Сам пользуешься Гитхабом Гитхабом Я работал Три года Три года Вот ровно Столько лет Я уже не занимаюсь Серьезной коммерческой разработкой Я Когда Появился гитхаб Стал очень так сильно Популярен Я понял Что это просто бомба Это то что нужно было Всему сообществу Я когда это понял Как бы Определенное Просветление Произошло Я понял Что Это очень нужно И Нужно это Как-то Популяризировать Соответственно Дальше Развивалось Следующим образом Естественно Я коммерческой разработкой Не занимаюсь Но мне нужно Как-то его щупать Да я просто лазил Что-то там Там-сям Поставил Может звезду Где-то Вот так Как ты в целом Потребляешь информацию То есть Самые Вот Главные Места Откуда ты Черпаешь информацию Чтобы быть в курсе Мира фронтенда То есть Ты вот Сказал Подкасты Что еще Какие-то блоги Кого-то читаешь Какие-то статьи Чьи-то твиттеры Сейчас Я еще Не закончил Про гитхаб Хотел сказать Что у нас У ITLoft Студии Естественно Мы не пользуемся Гитхабом У нас Разработка Вся У нас Есть Гитлаб Все свое Все настроено Соответственно Я никогда Не занимался Опенсорсом Никогда Не Не контрибьюзил Никуда Соответственно Для меня Гитхаб Еще раз повторюсь Это Способ Новичкам Рассказывать Про то Что там Можно сделать Соответственно Если ты Если ты Или кто угодно Зайдет Вы увидите Там какие-то В основном Вещи Какие-то Связанные Либо с Воркфлоу Либо Просто Какие-то Тестовые вещи Ну Этому Все можно Увидеть На моих Уроках То есть Я пишу Урок И в то же Время Использую Гитхаб Вот Что дальше Второе Ты спросил Где я Черпаю Информацию Да Ну Я очень Люблю РРС Или РСС Как он там Правильно Как правильно РСС вообще РСС Фиды Да Этот моментик Вырежем В общем Я Фидли Приложение Есть такое Я просто Туда запихнул Все Всякие Новостные Сайты Это может быть Русские Англоязычные Вообще Всякие Всякие Естественно Хабр Что еще Если Ты посмотришь Наш Девшоу Это сейчас Главный проект Который Я с удовольствием Делаю В свободное Свое время С Колей Мы там Наверное Обозреваем Разные сайты Новостные В том числе То есть Мы говорим Про сайты Которые должен знать Каждый разработчик Вот И там Все сайты Которые я читал И читаю Они там есть То есть Если ребятам интересно То заходите Девшоу Можете в ютюбе Наврать Посмотреть Ну что Подкасты Видео Каналы Все Все что топовое Есть на ютюбе По Ну на английском языке Конечно Большинство Русских уроков Я Пожалуй Почти ничего не смотрю Вот Все на английском языке Вот Ну и еще раз Резюмирую Статьи Подкасты И ютюб Хорошо Еще один вопрос Про эти лофт Последний Я посмотрел Что там Есть Собственно Какой-то канал Связи С аудиторией Какие-то там Видео При этом Какой-то паблик Условно Посмотрел Количество подписчиков Которое равно Что-то там Около Девятиста человек Для кого Вы снимаете Там неплохого уровня Видоса Отличный вопрос Очень хороший Мне нравятся твои вопросы Ну в общем-то Лофт блок Обрати внимание Что мы изначально Назвали проект Без привязки Мы не назвали JS блок Или лофт JS Или HTML блок Мы не хотели Себя ставить в рамки Так уж получилось Что у нас Выстрелил Именно Backbone И наши уроки По JavaScript Наиболее популярные На канале По HTML По Гиту И так далее По разработке Но тем не менее У нас есть уроки Даже по Excel У нас есть уроки Про IT менеджмент У нас есть уроки По ораторскому мастерству По английскому Для IT То есть очень широк Очень широк Охват Тем Но мы Стараемся Как-то Чтобы они были Более-менее привязаны То есть если ораторское мастерство То для IT Понимая Требования Основной аудитории У нас есть Такое направление Которое нам самим нравится Это маркетинг Есть маркетинг курс У нас на Love School И мы заметили Что Часто аудитория Которая ждет Когда допустим Новый урок По React Она злится Когда вместо этого Видит урок По Маркетингу Мы подумали Не так давно Приняли решение Все-таки туда Такой контент Связанный с маркетингом Немножко туда переносить Вот И в то же время Что там еще на канале есть Это всякие интервьюшки То, что мы любим Интервью со специалистами Если мы понимаем Что это интервью Допустим С директором веб-студии Не факт Что обычному разработчику Будет интересно А вот На IT Loft Как раз созревает Такая аудитория Это отдельный YouTube канал Который Наверное Это будет интересно То есть мы стараемся У нас есть три YouTube канала IT Loft Loft School Hello Blog Мы стараемся Думать о том Как-то может быть Распределить контент По разным каналам Чтобы аудитории Было больше Понятно И более удобно И соответственно На Лофблоге На данный момент У нас там Порядка Наверное 160 тысяч подписчиков Ну про цифры У меня все цифры есть Потом про них поговорим Да Ну я сейчас просто хотел сказать Что да IT Loft Это очень маленький Канальчик Пока Что-то может Из него вырастет Может нет Посмотрим И вот там вот есть Еженедельная Или не знаю Какая-то Видеопередача Которую девушка ведет Да Вот Это Довольно Неплохо снято Вам не Вообще Не лень Тратить Вот туда Вливать бабло Чтобы потом Не получать Отдачи От 900 Зрителей И получать Под каждым Видео По 150 Просмотров Что Катастрофически Мало Очень хороший Вопрос Я сам себе Его задаю В общем-то У нас Как я сказал Компания Большая То есть Ну Для нас Для меня Лично Это уже Очень много Людей У нас много Креативных Ребят И мы стараемся Им всегда Говорить Ребят У нас есть Канал Проявите себя Снимите Что-нибудь Сделайте Новую Передачу Про новости Про что-то еще И в определенный момент У нас У нас постоянно Какая-то есть тусовка Какие-то новые люди Приходят И мы видим Интересных людей Говорим Слушай Вот тебе Было бы классно Сделать передачу Попробуй Расскажи И расскажи Про новости В мире Итиндустрии Взяли Собрали Сняли Естественно Это время Это аренда Помещения Это аппаратура Это монтаж Это съемки Все это Конечно требует Времени Но Есть и огромный плюс То есть Даже если это не выстрелит То зато У наших ребят Всегда есть чем заняться Они не сидят Не скучают Да у нас много Чего не выстреливает К сожалению Вот Но мы просто делаем Это нам это нравится Я очень радуюсь Когда вижу Какое-то новое видео У нас сейчас За всю историю компании В создании контента Принимали Сотни людей Участия Сотни людей Это много Я многих не знаю Я Сегодня мы В Москве находимся Мы приехали Мы здесь встречаемся За год у нас Прибавилось Порядка 20 новых сотрудников И еще десятки Новых авторов Просто Лоу-блог Это такая площадка Куда новые авторы приходят И я зачастую Не могу даже Я не понимаю Откуда они пришли Как Через кого Не могу все это контролировать Мне очень хочется Чтобы все они были успешны Но Не всегда это так Сколько в штате Всего человек У нас есть Люди Которые заняты Фулл-тайм Есть люди Которые заняты Парт-тайм Частично Но вот Сейчас Примерно 52 человека Которые Клюс-минус Потому что Каждый месяц Бывает так Что кто-то уходит Кто-то приходит Ну 50 52 Окей Давай перейдем Наверное К самой интересной теме Это Лофт-скул Как вообще пришла Именно Идея Отделить Лофт-скул В тот момент Когда уже у вас Был Тайти лофт Вы получали заказы Как пришла идея Отделить Лофт-скул Какой Как вы Начали придумывать Эти курсы Насколько я понял Выстрелил первый Бэкбон И все пошло Именно вот с бэкбона Вся эта идея С тем что Ну то есть С бэкбона Пошла идея Лофт-блога Правильно я понимаю А Лофт-скул Появился еще Как-то ответвлением От этого всего Слушай Мне реально Жаль Сейчас людей Которые Слушивают Первый раз Они наверное С ума уже Сошли От всего этого У нас действительно Три компании Айти Лофт Лофт-блог И Лофт-скул В том числе Это разные Юридические лица И почему Это так все сделано Почему Но мы такое решение Приняли Естественно Я пожалуй Расскажу Как все начиналось Лофт-блог Это полностью Бесплатные уроки Мы просто пишем Потому что Нам в кайф Нам это нравится И это Ну Наша Основная идея Да Чтобы это было Бесплатно Доступно Вот Но Надо же как-то Деньги зарабатывать Нельзя Все Всегда быть Там Таким Добрым Пушистым В плане Все Все Бесплатно Надо как-то И кормиться На что-то жить Естественно Вот И Были мысли О том Как монетизироваться И Тогда Я вообще Не думал Что Мы будем Чем-то таким Заниматься У нас был IT-лофт Мы его любили Мы любили Разработку Мы в это Вкладывали Все свои силы А потом Мы подумали Почему бы нам Не попробовать Как-то денег Заработать Еще и на уроках Ну Какой-то Эксперимент Провести У нас было Несколько экспериментов Я пожалуй Не буду их Рассказывать Они забавные Достаточно Что-то давалось Что-то нет Но Какие-то первые Деньги Были заработаны А потом Мы подумали Что надо Короче Учить людей Более плотно И Общаясь С ними Люди Нам сами Подсказали Нам стали писать Ребята Классные уроки А можно Как-то Чтобы вы Как-то Поучили А можно Совет А вот так Допустим Я буду верстать сайт И вы будете Проверять И давать Часто называется Менторство Раньше Ничего такого Я не слышал И у меня даже Мыслей таких не было Что Как из кого-то Деньги брать За совет И мы все Всегда Советовали Все бесплатно И тратили на это Кучу времени Собралось сообщество Определенное У которого Назревало Назревало Какой-то запрос Сейчас Вот Много школ И всем более-менее Понятно Хочешь учиться На веб-разработку Выбери себе курс Заплати деньги Пройди обучение Или кто-то думает Не буду платить деньги Сам обучусь Раньше Было непонятно Что делать Люди просто приходили Говорили Хочу писать сайт И что делать Не знаю вообще Куда, что Уроки Книги Что делать Вообще Ничего не понятно Мы подумали Сделать что-то Типа Какой-то мастер Группы Собра Сделать такое Объявление Это тогда стоило Типа там Тысячи или полторы Тысячи рублей И вниманием Это длилось Четыре месяца Мы типа Сказали что Это что-то вроде Курса На четыре месяца Стоит полторы Тысячи рублей Разместили там Яндекс кассу Просто Это было Это было сделано Первый сайт LoveSchool Я как сейчас помню Я его там За ночь набросал На бутстрапе То есть Там какую-то тему Понятно откуда звезда На бутстрапе Понятно И тогда Кстати сейчас понятно Что людям Наверное Это звучит странно Бутстрап Но ребята Речь идет о том Что было 4-5 лет назад Это давно было И бутстрап Это было очень круто Ладно Такое отступление Какая версия была Тогда бутстрапа Вторая Не вторая Первая Первая версия бутстрапа Вот Представь Можно было за ночь Сделать вполне годный сайт Мы это запустили И просто кинули Куда-то Не было естественно Ни телеграма Вконтакте Не особо так было Я даже не помню Куда мы это кинули На сайте Мы по-моему Это разместили Сайт у нас был На сайте В новостях Сайт был на вордпрессе У нас И хоп Просмотрим Продажи начали идти Одна, вторая, третья Я к Коле звоню Говорю Коль, что делать У нас там продажи идут У нас Как бы Как это все Юридически оформить Мы ведь занимаемся Разработкой Тогда еще IT Loft Тоже был Достаточно молодой Непонятно Что со всем этим делать Окей Набрали группу Там Я не знаю Человек 10-15 Проводили вебинары В скайпе Мы даже Особо не понимали Что значит слово Вебинар Мы просто в скайпе Все созванивались Говорили Ребята, привет Давайте вот Сейчас будем учиться Что-то делать Какие-то домашки Придумывали Это было все Что-то странное Я не знаю Что это Ментерство Курс Не курс Вот И потом Мы потихонечку Поняли Что есть огромная потребность И Она действительно большая И мы поняли Что надо этим заниматься Серьезно Мы собрались У нас там Был человек Допустим 6-8 Которые в этом участии Принимали Расписали курс Там Какие-то Придумали Всякие ништяки Я тогда Первый На ютюбе Стал записывать Видео И учить Воркфлоу Такого понятия Еще не было Никто не понимал Что это такое Вот среди Веб-разработчиков Что за Воркфлоу Мне постоянно Спрашивали Говорят Это инструменты Которые вы Используете Что тогда было Я даже не помню То есть Тогда Дропбокс Это было Нечто Те времена Типа Еще вообще От дешевого гитара Дешевого В плане понимания То есть Можно откатить Там всякие Такие мелочи Можно найти Эти старые Видеоуроки Это было давно Вот Соответственно Уже так подготовили Программу покруче Думаю Надо поставить Цену повыше И наверное Не 4 месяца Потому что Это просто С ума сойти 3 Хватит И постепенно Мы на ощупь шли И Начали Появляться Понимание Какое Должно быть Обучение Что должно Происходить Как часто Какие должны быть Задания Все было Просто путем Проб и ошибок И мы делали Только то Как считали нужным Мы уже Начали набирать В группы Где-то по 60-80 человек И только тогда Мы подумали Кстати Надо бы посмотреть Что вообще на рынке есть Я тогда узнал Про другие школы Что есть какие-то Еще школы Что там у них происходит Там как-то Начал смотреть О Давайте подумаем Как наша программа Сравним ее с конкурентами О У нас все круче У нас больше и круче И еще и дешевле Как классно Вот И люди шли Шли И потом Постепенно Как я уже сказал Раньше Мы поняли Что этим надо заниматься На это огромный спрос Люди хотят Пошли Отзывы от первых Людей Которых мы уже обучили Которые Очень хорошо Начали трудоустраиваться Настолько хорошо Что Даже не верилось Что это вообще возможно Писали огромные благодарности Приезжали там Нас Мы приезжали На какую-то первую встречу В Москву Нас встречали там С цветами Практически С цветами Там Какие-то подарки были И мы поняли Или только бесплатные Не знаю Ну то есть Примерно одинаково Я точно знал Что был Epic Skills Я знал HTML Academy И знал нас Потом уже Я услышал Что есть школа Программирования Которая сейчас Называется Geekbrains По-моему Да Это они Да Вот И потом там Метология Еще и еще Компании И уже В какой-то момент То есть где-то год назад Я почувствовал Что есть прямо Конкуренция Что мы все В какой-то степени Конкуренты То есть появилось До этого у меня даже Не было такого понимания Что это конкурент То есть Мы все были В одной тусовке Встречались На каких-то конференциях И Ну Кто чем занимается Все было так клево Интересно Потом Все это стало Набирать Какие-то нереальные Обороты большие Когда Люди хотят учиться Сотнями Люди стали Очень сильно требовать За любой косяк Тебя могут просто Уничтожить У нас В истории Школ Современной Такой скажем Так В прошлом году Была школа Которая стартанула Не буду ее называть Они очень круто начали Но они сделали Много ошибок В плане клиентского сервиса И их просто уничтожили У них Сразу соответственно На фейсбуке Пошли там единички Им стали колы ставить Плохие комментарии Если тебя На первых этапах Так разрывают В комментариях Пишут Плохие отзывы Даже если это Три-четыре человека Это может просто похоронить Весь труд Как мне кажется Может быть И нет Может быть Можно выкрутиться Как-то Не знаю Сменить название Резко там Новую группу В фейсбуке завести Вот Ты говоришь Вы чувствовали конкуренцию Вы выстраивали ценовую политику Уже когда Прошарились во всем этом На фоне того Сколько стоит условно Курсы конкурентов Или вы больше От себя шли Я вообще еще раз Хочу сказать Что память Сложная штука И я могу Что-то вспоминать Ну Искаженно Естественно Вот У меня к сожалению Нет полного Таймлайна Я не вел дневник Я сейчас сижу С тобой разговариваю Что-то Что-то начинаю Вспоминать Вот Поэтому Ну как помню Так и говорю Ценовая политика И вообще Все что связано С программой обучения С длительностью С интенсивностью Это Безумно сложные вопросы Это настолько сложно И важно Что Я не знаю Что есть важнее Понимаешь Вот как человек С этой стороны Как ты думаешь Насколько важно Два вебинара Вести в неделю Или три Я думаю два Это безумно сложный вопрос Это Нельзя на него легко ответить Ты чуть-чуть подвинешь Один Допустим На курсе Есть там 15 тем Ты одну убрал И результат не тот Что-то не так поставил И все не работает Это так сложно Это Это Очень Сложный Интеллектуальный Труд и процесс Я поэтому Очень рад Что в нашей команде Есть люди Которые Имеют огромный опыт В классическом образовании Университетском Которые В чем-то Помогают В каком-то смысле В составлении Правильного процесса Потому что Это сложный процесс Должны быть Какие-то стандарты Должны быть Методические пособия Должны быть домашние задания Адекватные И соответственно Есть какой-то определенный Трудозатраты На которые требуется Определенное количество людей И все это постепенно Вырисовывается В определенный бюджет И уже надо думать Естественно Сколько такой курс Будет стоить То есть допустим Мы же не продаем воздух Это труд людей Это зарплаты Это все нужно рассчитать Просчитать И так далее То есть это все сложно Вот Больше конечно На ощупь шли Ориентироваясь На то Что мы хотим дать И можем дать В какой-то момент Понимали Что нам нужно Все очень круто Красиво оформить А это значит Нужен дизайнер Опытный И еще один Потому что тот уже Не успевает Соответственно так Бюджеты немножко Изменились Наверное курс Будет стоить Чуть-чуть подороже Ну вот Что-то вот В таком духе Шло на ощупь Как люди воспринимали Увеличение цены На курс То есть Обычно же Потребительская натура Она такая Что Они не выдаются Подробности Что ты там Им дизайн Покрасивее На сайте нарисуешь А не просто Ооо цена выросла Вот вы Ублюдки Я Подчеркну Что мы Не Вкладываем Особое значение В дизайн Сайта Имеется ввиду Дизайн Методических Пособий И дизайн Работ Самих Которые делают Ребята И там не просто Красиво нарисовать Надо все продумать Понимаешь Это огромный процесс Мы там Пятером Шестером Можем спорить Как это все Изобразить И нужен естественно Профессионал С художественной стороны То есть Как людям Слушай В этом Я никогда Не ощущал Большой проблемы Я-то вот Условно Прекрасно Понимаю Что Буквально Немножко Сделать Красивее Методическое Пособие Это большой Труд Людей Но Когда Я Будучи Просто потребителем Платил Там за курс 10 тысяч рублей Внезапно Он стал стоить 12 тысяч рублей То я Спрошу Какого черта Почему вы Гребете с меня Деньги Наверняка Вы там ездите На мерседесах И очень много Зарабатываете Это Были ли такие Комментарии В принципе Слушай Конечно были Но гораздо меньше Чем наверное Могло быть Потому У нас Конечно же Есть люди Которые упрекались Что типа Вот Курс так дорого Стоит А вы там То да сё И бывают Недовольные люди Вот Но я стараюсь Чтобы было видно Что мы делаем Поэтому Мы огромную силу Вложили в оформление Допустим Наших методичек Допустим Мы это сразу Выложим на сайт И покажем Человек до покупки Курса Может увидеть Как это выглядит Мы увеличили Улучшили Сильно Улучшили Подняли Качество Видеоконтента Которые мы даем На платных курсах Мы добавили Видеозаписи Преподавателей Мы добавили Видеоэффектов То есть Всё это сделали Более смотрибельно Более сжато По времени Улучшили качество И сразу Выложили Это показать Мы не боимся Показывать Ну как бы И платный контент Тоже Просто Смотрите У нас так И соответственно Всё это вкупе Человек смотрит Он видит Наставники Он видит Какие наставники Будут со мной работать Это человек Которого с улицы Взяли Такого же выпускника Как я Или это Разработчик В Яндексе В Паме В Рамблере Может быть Ещё кто-то Кто это такой У нас всё написано То есть Наша школа Она максимально открыта Ты можешь зайти Любой человек Можешь зайти В группу ВКонтакте К нам Увидеть Меня Коля Фактически Владельцев Компании Соучредителей Компании Мы все Лица Там Видны Доступны Мы еженедельно Выпускаем Передачи Мы постоянно Открыты Мне Постоянно Пишут Мы не закрыты Мы очень открыты Я готов Ответить на любой вопрос Мне пишут Слишком дорого Или вот мне Вчера писали Там Сейчас денег нет Дай их за 3000 Курс продай И так далее Естественно Постоянно Приходится Работать Объяснять Говорить В том числе Отвечать на вопросы Почему такая цена Я готов Ответить на В принципе Любой вопрос Поэтому Ребята Задавайте Спрашивайте Что угодно Вот Но Это недостаточный ответ Полный ответ Будет такой Есть все равно Определенный Ценник на рынке Повторю Сейчас Конкуренция У школ Большая И Если Раньше Человек Просто Смотрел Лоблог Он говорит О Это Мои любимые Ну Как бы Ведущие Я их знаю Хочу у них Учиться Просто Иду к ним Сразу Не раздумываю Это сейчас Не так Сейчас Люди Выбирают Они смотрят Они очень детально Изучают сайты Они ищут Репутацию Там Какие-то Отзывы Высматривают Что самое главное Они пытаются Найти негативные Отзывы Пишут Негативные Отзывы К какой-то Компании Их Обязательно Читают Очень внимательно Естественно Конкуренция Она растет И требует Все больше От нас Усилий И это Не дает Нам расслабиться И Помогает Нам улучшать И идти вперед Это стандарт Абсолютно Если ты введешь В гугле Слово Loft School То Гугл Сразу посоветует Тебе Дописать Слово Отзывы Да Это очень важно Это правда Так Что я еще хотел спросить По поводу Loft School У него есть Свой канал Да У которого 13 тысяч Подписчиков Да Там я нашел Очень сомнительного Вида Видео Когда вы Записываете Скайп С подписчиками Да На кого это рассчитано Это Видео Короче В определенный момент Отзывы Начали саботироваться Вообще Во всем Вот я Например До сих пор Я считаю себя Человеком Очень занятым И Все время Все свое внимание Направляю На те продукты Которые я делаю Там Или там На свою семью То есть На что-то одно Мне нет возможности Например Когда я покупаю Новый Утюг Или что-то такое Изучить все его технические Я в этом ничего не понимаю Не буду читать Все технические характеристики Там мощность Какая она мне нужна Я не знаю Я читаю отзывы Но Ты прекрасно знаешь Как сейчас это происходит Напишите нам отзыв Получите 300 рублей на телефон Сейчас все это используют Компании И как бы Отзывы Начали терять ценность Текстовые отзывы Уже читаешь И не понимаешь Это правда или нет Я на юморте Там на сетелинке Сижу читая отзывы Там какое-то железо И у меня такая мысль уже Что-то этот отзыв Похожа Как бы А он точно настоящий Вообще А вдруг он не такой Мне отзывы Очень важны Потому что Я постоянно что-то покупаю Фото, технику, видео И так далее С курсами Похожая ситуация И в какой-то момент И в какой-то момент Некоторые Наши коллеги Как говорится Наши западные партнеры Начали жулить С отзывами Естественно В том числе И в такой области Как казалось бы Айтишники Тут все честные Пушистые Вот И нам начали писать Иногда У вас что-то отзывы Все слишком хорошие И это было совершенно дико Ребята Ну я не знаю Накидайте пару плохих И до сих пор Мы встречаемся С подписчиками И когда разговариваем с ними Я говорю Почему выбрали школу А вы отзывы читали Я говорю Я читал отзывы Ну что-то они какие-то Наверное покупные Да нет Они все настоящие Они реально все настоящие Ну и тогда пришла такая идея Кстати По-моему она пришла к Коле Мне она тоже очень понравилась Мы начали сразу делать Брать видео Отзыв Это клево Потому что ты с человеком Это не всегда крутой опыт Иногда это Конечно Трэшово Но это у нас по-настоящему Я делал так Я предлагал человеку Прошу курс Говорю Хочешь рассказать про это Окей Созвонимся Звоню Просто нажимаю Рек Мы никогда это Ничего не репетировали Говорю Привет Там сидит какой-нибудь Парень там Из далекой Российской глубинки Или еще откуда-то Разные люди И бывает Просто там Просто поговорили Все пока А бывают истории Просто невероятные Там ребята Которые Переехали Из Луганска Донецка Они там У них нет паспорта Они пытаются Там как-то в жизни Зацепиться Он там где-то Осел в какой-то деревне Кодит уже Зарабатывает деньги Или парень Шестнадцатилетний Который Работая в Чернигове В IT-компании Стал К восемнадцати годам Ее руководителем Это просто Бомба Я тебе потом скину Меня просто Не укладывается в глазах Мне потом всегда Когда кто-то писал Из Чернигова Что не найти работу Я говорил Так Не надо заливать И так далее То есть эти истории Они очень жизненные И интересные Мне было в свое время Действительно Интересно этим заниматься Я брал отзывы Конечно были и скучные Неинтересные Но это нам помогло Запруфить как-то То что мы делаем Это очень важно Мне не нравится Когда Ты делаешь что-то от души А тебе говорят Что ты там отзывов купил Мы никогда Ни разу На Love School Не покупали никаких отзывов Никогда этого не было Я этим очень горжусь Потому что Ну кому-то может быть У кого-то была Безвыходная ситуация Каких-то других компаний Кому пришлось купить Я не знаю почему Я не хочу никого осуждать Вот так появились Эти видео отзывы Их много Они такие смешные И часто их дизлайкают Но они выполняют свою роль Мы каждому отзыву Постараемся прикреплять Профиль ВКонтакте Этим людям пишут Спрашивают Это правда Ты учился Он говорит Да учился Вот как-то так Люди Сами соглашаются на это То есть Какой процент людей Соглашается Чтобы их записали на видео Выложили на канал Где 13 тысяч подписчиков Слушай Когда мы их выкладывали Там 100 подписчиков было Когда мы только начали Там не было вообще подписчиков Этот канал Потом появился Как раз таки Сначала по-моему Для отзывов Если я не ошибаюсь Ну по крайней мере Это была одна из главных Его целей Туда выкладывать отзывы Потом мы уже стали туда Пилить разный контент Вот Развивать канал Подумали Что Он имеет место Быть То есть Что-то там Может быть крутое Вот Когда это делал я И это делал Коля С этим вообще Не было никаких сложностей Потому что Мы основатели всего И когда мы писали людям Они говорили Да-да-конечно Давайте Круто Кто-то говорил Просто нет Не хочу Ну это Да-да Нет-нет Хочешь Не хочешь Не рассказывай Потом естественно Мы от этого устали И Уже не могли Натратить Мы на это Наняли людей Соответственно Мы поняли Что будет классно Чтобы это девчонки Делали Кстати У нас такая мысль Пришла И мы специально Наняли девушку Которая это делала Потом Сейчас уже у нас Три девушки По этим Занимались И кто-то продолжает Кто-то не занимается Им сложнее То есть Это вообще Ну Не преподавайте Кто такая вообще Нет конечно Не хочу Я вообще девушкой Не хочу разговаривать Могут так ответить Кто-то отстанет Меня Ну вот И здесь Мы естественно Стали Поняли Что надо что-то дать Взамен людям И им предлагается Постоянная дополнительная скидка Если не ошибаюсь Это 5% Дополнительная скидка То есть Человек проходит у нас курс Если он готов Дать отзыв Причем Мы всегда говорим Говорите только правду Как есть Потому что Если будете врать Типа Ой классный курс Это будет сразу Чувствоваться Я всегда на этом наставил Потому что Я сейчас даже больше боюсь Не негативного отзыва А слишком Какого-то позитивного Которые могут подумать Что это обман или купленный Ну Это реальность К сожалению Но формально получается Что вы Так или иначе Тоже даете Те же 300 рублей за отзыв Пусть и правдивый Только видео И так далее Ну В принципе Формат получается Примерно такой же Мы не даем деньги Мы даем скидку На будущий курс Ну Я имею ввиду Что По сути Примерно То же самое То есть Так же В каких-нибудь В том же юмор Тебе Я кстати Не разу не писал Извини Еще раз Ты не понял Наверное Видео Кто это еще делает Никто не делает За текстовый Я ничего не дам Конечно Не дашь Но Кстати я даю Да Сейчас расскажу У нас есть еще Такой Небольшой хак Тексты в отзывы Люди тоже Ленятся писать Поэтому Я на выпускном Говорю Ребят У нас Кому-то из вас Понравился курс Кому-то Не понравился Мы Не бывает так Что все в восторге То есть Это нормально Дальше У меня к вам Есть такое предложение Что Если хотите С нами дальше Тусить общаться Оставляйте отзыв Уделите 5 минут Своего драгоценного времени Напишите правду Можете даже Написать Там Негативный отзыв Это нормально Мы не удаляем Мы кстати Не удаляем Негативные отзывы Поэтому у нас Если покопаться Среди большого количества Положительных Есть и негативные отзывы Вот И вы когда это сделаете Мы вас добавим В наш слаг-чат Закрытый выпускников Я договорю Что я Очень ценю Ту Домашнюю атмосферу Которая там Он царит Если вам это надо Мы вас добавим А как понять Что вам это надо Если вы готовы 5 минут Своего Очень ценного времени Потратить На то Чтобы написать Мы вас добавим Я с тобой согласен Это Безусловно Мотивация С нашей стороны Со стороны компании Чтоб человек это сделал Но По крайней мере Мы за это Не даем 300 рублей Я считаю Что это был бы Полный зашквар Как ты сказал Были ли времена Когда вы просто Просили Людей писать отзывы Не давая им Ничего взамен И Условно Видели Намного меньшую Конверсию Но вы же наверняка Сталкивались Методом Пропа ошибок И каким-то образом Пришли к этим 5% К видеоотзывам То есть Были ли моменты Когда вы просто Говорили Ну напишите нам Отзывы И никто не реагировал Про 5% Придумал не я Я даже В первое время Первые полгода Как это появилось Я про это Не знал вообще Это придумал не я Мне потом Много раз про это Напоминают Дим не забудь сказать Вот Мне казалось Что это не нужно Я просто говорил Напишите отзывы Потом у нас Когда я очередной раз Про это забыл Мне даже Там Попросили сделать Отдельный слайд Где сказать Что вы За отзыв Не забудьте Потом написать Там администратору Что вы оставили отзыв Что вам активировали Эти 5% Потому что У нас это вручную делается Вот Конечно было Но на качество отзывов Это никак не влияло И не влияет И не повлияет Потому что Самые крутые отзывы Это все равно Были, есть и будут От людей Которые просто захотели Написать подробно Свою историю Подробно Потому что Короткий отзыв Он ничего не дает Когда человек пишет Подробно Он говорит Что Я такой-то был Я там то-то искал Увидел их там-то Там-то Пришел Начал учиться У меня такой-то наставник Называет всех по именам Говорит Я так-то домашку сделал Вот кстати ссылочка Посмотрите на нее Подробная история Получается очень крутая Такой отзыв Невозможно промотивировать Никак Хоть ему скажешь Я тебе там Не знаю Что сделаю Но мы не можем Там 50% Скидку дать Потому что У нас не такая маржинальность Вот Окей Нету К сожалению Я не знаю Какого-то Решения Которое вот 100% Давало бы нам Супер отзыв Который бы повышал Прибыльность Компаний С максимальной Вероятностью Результата Ну Самое простое Что приходит мне в голову Это просто На каком-то финальном экзамене Частью вот этой Геймификации Частью финального задания Было бы Оставить отзыв Просто как частью задания Но это такая Немножко наигранная И тогда все будут Оставлять отзывы Но не всегда Он будет честный Возможно Потому что Ты не успеешь Проговорить им Про честность Про то что Он тебе нужен Именно От них От души Подробную историю Вот этого тогда не будет Но в целом Возможно Что-то такое Могло бы сработать По поводу девушек Расскажите Почему Почему именно Девушек Решили брать Откуда они Как вы их отбирали Выбирали И так далее Девушки Которые берут отзывы Девушки Которые в принципе Работают у вас В лофт Скуле Ну да Те которые берут отзывы Я понял На что ты намекаешь Нет Я ни на что не намекаю Я ни на что не намекаю Абсолютно Просто интересно По какому Не знаю Я понял Гендерному Сексистскому принципу Вы Такие сидели Решили Будет круто Если будут отзывы Собирать девушки И пошли Я отвечу Я отвечу на этот вопрос Он очень хороший Конечно же Андрей Мы с тобой уже знакомы До этого И мы тебя приглашали Например На нашем конкурсе Принять участие И приглашали тебя На конференцию Нашу Которое проходит завтра В Москве Вот И это дело не я А дело Женя Вот Она Ну Очень приятная В общении девушка Вот Я наверняка Думаю Что это заметил Ну Я лично с ней общался Не общался Поэтому не мог заметить Ну Наверное Конечно же Ну ты уже С ней переписывался Да Хорошо Ладно Я к чему веду На самом деле Все очень просто Мне кажется Ну Просто Очень много Мужчин В нашей отрасли Очень много Дико не хватает Девушек Дико не хватает Реально Понимаешь Когда приходишь На работу И там сидит Там Сто процентов Мужчин Энергия Такая Как будто ты пришел В качалку Понимаешь Чувствуешь ли ты себя На корабле Который Плывет В дальнее плавание Где нет ни одной Девушки Вот Наверное Когда так То да Безусловно Должна быть Какая-то Гармония В компании И Есть Определенные вещи Такие как Общение Забота Какие еще Которые лучше Девушек Получаются Ну то есть Общение Не то что Когда мужики Собрались Там Они могут Очень классно Общаться Мы знаем Примеры Фильмов Которые На этом Построены На общении Мужчин Типа Как он Называется Однажды Вегаси Или как Мальчишник Мальчишник Вегаси И так далее Очень много Крутых историй Но Что касается Коммуникации Вот Настроить Коммуникацию Между сложными Людьми А программисты Зачастую Это сложные люди Неважно Ученик Или сотрудник Компании Часто Такие качества Сделать Коммуникацию Приятной Лучше сможет Девушка Мы Это просто С Колей Обсуждали На примере Других Компаний Естественно Людей У вас Лицо Девушки В углу Очень Маленькое Ой Да Поэтому Все равно Ты Не можешь На этом Сконцентрироваться Даже если Хочешь Сконцентрироваться Не надо На этом Концентрироваться Надо Лазов смотреть Ты не ответил На главный вопрос По каким критериям Вы отбираете Девушек В этот штат Просто вот эта тема Про Как она Правильно Называется Про Права женщин И так далее Она уже В твоем подкасте Была Кстати Мне кажется Что она Такую остроту Набрала Что я даже Не могу Не хайпануть С одной стороны На этой теме С другой стороны Аккуратно Подбираю слова Как мы подбираем Девушек В команду Ну условно Есть вакансия Какая-то Ты был А Да Что там указано В этой вакансии Какие критерии Должны быть у девушки Которая собирает Отзывы у людей Которые прошли Ваш курс Я отвечу На твой вопрос И Примером Одного из последних Собеседований Которые мы проводили На позицию Мы записали Видео Где сказали Что Мы ищем Девушку в команду Описали ее требования Одно из требований Было Знание Желание Либо знание Либо желание Развиваться в английском языке Способность И желание Сниматься в видеороликах Наших Потому что у нас В создании Видеоконтента Принимают участие 90% команды Даже тех Кто вообще С этим никак не связан Потому что Видео Это наша основа То есть Словблог Это основа всего у нас Это видеоконтент Это все что угодно Может быть Даже влог Или что-то еще Когда мы записали Такое видео Его можно найти На ютубе Без проблем Мы нам даже Называется Ищем девушку в команду Что-то такое Я впервые в жизни Узнал Что это вообще-то Нельзя так делать То есть мы По сексуальному признаку Правильно По половому признаку Отрезали мужчин От вакансий Это вроде как Даже не очень законно Я не знаю Насчет закон Законно Не в курсе Но это сексизм Как минимум Мне сказали Авторитетные люди Что такую вакансию Например на Headhunter Я разместить бы не смог Мне бы ее не дали Она бы не прошла модерацию Естественно Была куча комментариев К этому видео Что вы что обалдели Почему только девушку И так далее То есть был наезд Какой-то Небольшой на нас Но большинство Мужчин Мужчин Которым являюсь я Ты Прекрасно поняли В чем дело Потому что Те кто в IT Они прекрасно понимают Что в IT Девушек мало Нормальная ситуация По каким критериям Мы их Отбираем Мы разместили Просто свои требования Требования Под конкретную вакансию Если это девушка Которая берет интервью Понятно Что там будет написано Мы никогда не писали Красивое Или там Какая-то Связанных черт С внешностью Мы не писали такого Писали конкретно Что нам важно Вот И дальше Что происходило Они отзываются То есть В последний раз У нас было такое большое Собеседование На позицию Куратора курсов Отозвалось Порядка Тридцати девушек И мы выбрали Из них Там Человек Наверное Восемь Тех Кто нам подошел По критериям Мы смотрели Их социальные сети Нам это было Очень важно Чтобы человек Был коммуникабельный Потому что Если у него Социальная сеть Там ничего нет Две фотографии И все То вряд ли Что ее прет От коммуникации Потом мы Их Связались С ними Пригласили Их на Нет Сначала мы их По скайпу Просто собеседовали Потом Было живое Собеседование Мы им давали Задание На полтора часа Задание Вполне конкретное То есть Оно такое Не очень простое Они его делали И Они Защищали Это задание Соответственно Мы очень серьезно К этому вопросу Сейчас подходим К подбору кадров И Вот На конкретную должность Мы думаем Как смоделировать Задание Которое можно За полтора часа Сделать Что мы потом Приняли решение Вот Опять же Здесь очень важен Как в последнее время Мы поняли Опыт работы Все таки К сожалению Как ни крути Везде Ребята Пусть новички Не обижаются Когда видят Что требуется Классная вакансия А требуется Три года работы У меня меньше Ребят Поймите Что часто В эту компанию Действительно Нужен человек С тремя годами Работы Возможно Относитесь С пониманием И компаниям Потому что Если у вас Нет опыта работы Работа сложная Ну что делать Ну нужен человек С опытом Это нормально Вот этому Тоже присматривались Хотя К нам приходили Мы никогда Не подчеркиваем Сразу Человека Если у него нет опыта работы Потому что Мы сами понимаем Что это больно И если видим Что человек Просто супер И я хочу Еще раз сказать Что мы даже По результатам Этого собеседования Мы взяли человека Мы очень довольны Но мы также И присмотрелись К тем Кто не прошел Собеседования Мы еще выделили Двух девушек Которые Нам тоже понравились Но они соответственно Не прошли Но мы Увидели Как им нравится То что мы делаем Это очень важно Это супер важно Чтобы нравился проект Потому что мы стартап Мы не большая корпорация Мы стартап Если люди пришли Устраиваться в стартап То Наверное Они понимают Что тут Специфическая будет работа Никаких там Не знаю Соцпакет В стиле Там Медицинская Какая-то поддержка Там и так далее Этого скорее всего Не будет Вот И мы стараемся Не терять людей Как бы Если видим Что человек интересный Даже без опыта То потом думаем Как его еще привлечь Просто Напопробовать Потому что люди горят Они классные девчонки Они хотят что-то делать Вот Почему не дать им Такую возможность Если у нас Будет какой-то проект Куда мы можем взять Помощника младшего Или стажера Ну Если у нас есть Такой зарплатный план Который мы можем Это обеспечить Это же девушки Не айтишницы Никаким образом Не относятся к айти Относятся Относятся То есть у них есть Который граунд Кто-то относится Кто-то не относится Опять-таки Разные у нас дела У нас есть девушки Наставницы У нас есть Девушка-разработчик Из Яндекса Наставница Девушка-разработчик Из Апама Наставница У нас много девушек Которые айтишницы Именно айтишницы Есть девушки Именно менеджеры И прямо по образованию Менеджеры И с опытом Организации Там Различных мероприятий Ивентов И так далее Окей Не могу тоже Не затронуть тему Как вам попала Даша Пушкарская И Ну Каким образом Она просто стала Из Того Кто прошел Ваш курс Тем, кто стал его вести Как вы ее разглядели? Во-первых Даша никогда не вела курс Начнем по порядку Даша просто у нас училась На курсе для новичков Я Мало чего не знал Потому что Курс для новичков у нас Конкретно я В тот момент Занимался достаточно мало Я не мог знать Там 100 учеников Да И Ну какая-то Даша есть И Нам нужен был Наставник Мы Разместили Вакансию И какое-то время Не могли найти И вдруг Там Сначала Один парень Сказал Преподаватель Потом Наставник Даши Сказал Что есть такая девушка Которая там Вообще бомбит Она Сама себя На курсе Чуть показывает Очень круто Она помогает всем Она не безразлична Она всей своей группе Помогла круто Курс закончить Какая-то очень необычная девушка Активная Такая Которая прям Ну я не помню Что именно мне писали Я думал Интересно Ну пускай Главный преподаватель Курса решит Сам нужна ли ему Такая наставница Которой В тот момент Не было опыта А потом Пока мы думали Она уже Окончив наш курс И она очень быстро Устроилась в 2ГИС И Она там уже Начала сразу писать Насколько я помню На реакции Если не ошибаюсь Может быть что-то путаю То есть она Прямо начала Бомбить И осталось Еще с ней Контактов Всех ребят Кто там Учился И работал Ну тут как бы Все так сложилось Что она и разработчик Уже классный Ну то есть Понятно что Может без большого опыта Ну окей Ну курс для новичков Попробуем с ней поработать Ее приняли То есть Как-то Естественным образом Это все получилось И что еще Ты спрашивал Про нее Ну вообще Следующий вопрос Который сейчас напрашивается Насколько сильно Она вот со всей своей энергией Она подняла Ну наверняка у вас есть какая-то статистика Потому сколько у какого-то конкретного наставника Людей Которые к нему приходят Насколько сильно Даша в свое время Создала локальный хайп В оффскуле Она безусловно создала хайп Во-первых Очень многие писали Что я не верю Что она настоящая Прямо это была тема То есть Она же Жила тогда далеко Я не помню В Новосибирске Я Ни я ее вживую не видел Фотка девушки Я не знаю Можно ли так выразиться Модельной внешности Может быть можно Может нет Не знаю Которая программирует Еще и Работает в IT-компании Хорошей Ну как Двагис Достаточно солидная Компания На мой взгляд Вот Вообще Настоящий ли это человек Тогда многие писали так То есть ее никто не знал Кто она такая Тогда я помню Кто-то взял у нее Из нас Видео интервью Я не помню Может быть Теоретически это был я Хотя бы Я был Я видел это интервью Черт спалился Такое Ну там просто Где-то вы на улице В парке Там зеленый А да нет Это позже было А другой интервью Нет Просто интервью Сначала по скайпу А потом Она продолжая работать У нас наставником Подчеркиваю Она не вела курс Ей дали провести И несколько вебинаров Вот И я хочу сказать Справедливости ради Что это были Вебинары С определенными косяками В том числе Но Даша Этого Ну как бы Не испугалась Она была готова Работать над ошибками То есть она даже Начала вести вебинары То есть это было всего Наверное Пара вебинаров Она тогда Записала курс По постссс Она кстати Это сделала На лобблоге Она все время Что-то делала Это вот человек Который был готов Не Как Я не знаю Как это сказать В общем Не сидеть Читать На попе ровно У нас все Писали курсы На лобблог Сейчас поменьше Ребята С сотрудников Лобскула Пишут Раньше все писали На лобблог Еще бесплатный контент Это было как бы Ну ты преподаешь Покажи себя Аудитории Она быстро Там за пару недель Записала курс На постссс Она его показывала Ситнику Он одобрял Классно Ну то есть она реально Делала Она делала дела То есть многие Просто говорят Что хотят что-то делать Она делала Вот и потом Она просто приезжала В Питер Мы встретились с ней Впервые познакомились Живую Мы сразу сняли видос И мы как раз Начали в тот момент Делать видео Контент с Преподавателями И с наставниками Для школы И ну естественно Воспользовавшись Ситуацией Мы сняли с ней И ее историю Небольшую Как она училась И какие-то материалы Для курса Но буквально Прошло еще Наверное Месяца 3-4 И Даша Переехала уже В Москву А она выступила У нас на конференции В Mail.ru Вот ее там Схантили Вот Она переезжала В Москву Естественно У нее там были Безумные движухи И мне показалось Что Она очень вовремя Вышла из Ловскула В том плане Что психически Выдержать такие нагрузки Тяжело Но как я позже понял Она и здесь превзошла Себя Вот это просто Действительно История История Очень упорной Девушки Она вышла Не из-за того Что она устала То есть она просто Написала Сказала Что я Ребята Хочу с вами Остаться в хороших отношениях Но типа Преподавать Больше не буду Мне свои дела есть И она начала Я тогда узнал Что И вдруг я вижу Просто Я даже не верю Своим глазам Мне кто-то говорит Или что-то Что она в бизнес-молодости была Я думаю Ничего себе Откуда у нее Сила и время На это все Во время переездов И она запустила Вот этот свой проект По менторству Ну и Что Я больше Про нее Мало что знаю Дальше Мы сейчас Почти не видимся Иногда там Поздравляем друг друга С Новым годом Там Она поздравила Очень приятно было Не забыла Там написала Какое-то сообщение Пожелала там К нашей команде Добра Я ее пригласил На конфу Завтра На контакт Просто прийти Ну она сейчас По моему в отпуске Вот Все Что еще про Дашу сказать Ну давай Одновременно Плавно перейдем К рубрике Неудобных вопросов И одновременно Продолжим Говорить про Дашу Как ты думаешь Почему сейчас Волна любви К Даше Сменилась Волной Хейта К Даше То есть О чем Конкретно мы говорим Кто не в курсе Сейчас проходит Конкурс У Лофтблога И там Даша Пушкарская И является Тоже одной Из судей Этого конкурса Этого конкурса Если можно правильно Так сказать И под интервью С ней Тонна негативных Комментариев Уберите уже Дашу Как же она Надоела Сколько можно Когда вы Перестанете Почему так Я еще Не ответил до конца Честно На твой Предыдущий вопрос Я постепенно Перевариваю информацию Ты спросил Как это повлияло На успех Наш Типа На наши продажи Да Что-то как-то так Ну не продажи Просто да Словили ли вы Какой-то локальный Хайп на ней Я думаю Перефразирую Все-таки Чтобы до конца Быть честным Увеличились ли у нас Продажи Курса С участием С появлением Даш Это нормальный вопрос Который на многих Интересует Мне кажется Что Несколько людей Для нескольких людей А может быть Даже для многих людей Когда они видели Дашу Необычная Симпатичная Девушка Которая Айтишница И все такое Они думали Круто Хочу к Даше И писали мне Вконтакте Я записался Дима Я записался на курс Только пожалуйста Наставницу Даши У меня Было такое Действительно То есть Ну глупо было бы Отрицать Что я там Не знаю Повлияло или не повлияло Я думаю Повлияло Вот А что дальше было Да Мы запустили просто Конкурс Новоблоги Мы давно хотели Разыграть среди авторов Что нибудь клевое И мы думали Что же разыграть Там Было много вариантов И потом Все мы отвергали И подумали Самое крутое Разыграть Конечно же Макбук Но Это Сами понимаете Это нормальные деньги Макбук про Но тем не менее Мы на это решились У нас У нас Нет так много денег Как ты вот упомянул Что там Кто-то может думать Что мы разъезжаем На Мерседесах Там шикуем Этого вообще нет Мы сейчас остановились С ребятами В небольшом хостеле Как бы Предыдущую поездку Мы вообще Там комнату В хостеле Делили на троих Я спал на матрасе То есть Мы совершенно Обычные ребята До сих пор Остаемся ими Вот Итак Итак Что ты спросил Я забыл Я спросил А продаж Ну вот Запустили конкурс Макбук Клевый подарок Там еще призов Добавили Мы очень давно Хотели это сделать Мы действительно От души Хотели сделать конкурс Такой Ну и там Начали эту тему развивать Надо каких-то Судей пригласить То есть В чем суть Ребята пишут Видеоуроки А у нас и так Они все пишут Видеоуроки И никому За это денег Не платится Мы не платим Деньги Мы честно скажу Пару раз Проводили эксперименты Типа если урок набирал Какое-то количество лайков Мы Какой-то бонус Там Типа несколько тысяч рублей Давали автору Но Еще раз повторюсь Ловблог Это самостоятельная организация У нее есть Свой штат сотрудников Там свой бюджет Для ловблога Ловблог зарабатывает С ютуба Примерно 9 тысяч рублей Каждый месяц Почувствуешь деньги Да То есть там Действительно Есть какие-то суммы денег И нам мы думаем С умом Как их потратить Но окей Мы сделали этот розыгрыш И нужно было Набрать судей Естественно Мы Подумали Кого можно пригласить И Среди прочих По-моему Мне это на ум пришло Позвать Дашу Может быть Мы в этот момент Как-то То ли с Дашей переписывались То ли я ее в инстаграме Увидел Или что-то По-моему клево Типа она там Как-то так В общем где-то я о ней слышал Так или иначе Что она что-то делает И может быть Из твоего подкаста Позвал Дашу Что было дальше Мы действительно Сняли с ней Видеоинтервью У нас одна из девушек Ездила в Москву Договариваться о площадках В том числе Встречалась С различными ребятами Кто согласился Нам Судить конкурс В среде прочих Там был например Кот Доджа Также у нас Сорок Согласился Судить конкурс Он правда С интервью с ним Тяжелее Гораздо не хочет соглашаться Может мы ломаем его Мне тоже не согласился Ну сам понимаешь Сказал приходить Через полгода Окей Он так всегда говорит Ну и Даша Естественно Встретиться В нее взять интервью Что я могу сказать Действительно Мы когда выложили Это интервью Там была куча хейта Это правда И я считаю Совершенно необоснованного Потому что Как это часто бывает Что есть много Людей нормальных Адекватных Они смотрят видео Как-то могут его оценить И написать какой-то комментарий Или просто пройти мимо Я вот сам не ставлю лайки И не пишу комментарий На видео редко Если мне очень что-то понравилось Я лайкну Соответственно Видос у меня появится В понравившихся Я могу его потом пересмотреть Я не ставлю подряд На все лайки Ну вот я такой человек Я уверен Что много таких людей Я так вижу абсолютно Вот видишь То есть Ну ты нормальный Адекватный человек А есть какие-то люди Которые его видели И хотят что-то написать Какую-то гадость И так получилось Что несколько людей Написали гадости Есть еще Несколько других людей Которые полайкали Эти гадости И я В какой-то момент Мы подумали Ну что за ерунда Ну действительно Мне стыдно За этих подписчиков Лоблога Мне стыдно Я хочу чтобы они все Отписались Если ну если вы Правда это Да Лоблог Подписчиков Лоблога Если вы Ну реально Как-то бред пишете Лучше бы вообще Отписались Я не хочу чтобы У нас такие люди были Но мы Стараемся не банить Но в тот момент Впервые наверное Мы приняли решение Нет не впервые Пару раз мы до этого Еще делали Мы просто выключили Комментарии Считаете ли вы Что Точнее не так Не считаете ли вы С слабостью некой Что вы закрываете Комментарии Я же еще раз говорю Это Пару раз это было До этого Когда мы выключили Комментарий Первый раз Когда мы выключили Комментарий Была следующая история Мы купили микрофон Проводной И он записывает Не в два канала В один Соответственно Все кто смотрели С айфонов Пятых Еще таких телефонов У них В наушниках Не было звука Я сам не звукорежиссер Не могу все это Описать Как это происходило И мы некоторое время Еще выпустили видео Там куча комментариев Типа Что со звуком Что со звуком А там Просто видео Вакансия была Вакансия Кстати как раз На видео режиссера Выкладывали И кстати Мы это как раз Снимали В Дворкасе Когда ты был Там на Хакатоне Мы с тобой Еще не были знакомы Это был первый раз И второй раз Был на Даши И третий раз Был когда Мы еще Сразу после Даши Выпустили Еще одного спикера Не спикера А В общем Еще одну Девушку из Яндекса Которую Взяли классное интервью Добрая Хорошая девушка Умная Разработчик в Яндексе И там Так получилось Я не знаю Это те же люди Не те же Тоже какую-то Пару гадостей написали Какие-то Совершенно дурацких И мы просто поговорили И подумали Давайте выплющим И там И там Просто это было Принято молниеносно Вот Тут понимаешь Все равно придется Делать что-то Либо Выключать эти комменты Либо Удалять их Потому что Ну я дико не согласен С тем Когда Вот Оскорбляют Прям человек То есть Про нас Гадостей пишут Много Под моими роликами Что-то они писали И Матерные вещи Какие-то И просто Унизительные Ну это уже Понимаешь Мое решение Но когда я вижу Что Нормального человека Совершенно Интеллигентного Вот Например Которые многие Которые наверное Все являются Хорошие люди Разработчики И приходят Какие-то Не знаю Пацаны Тринадцатилетние Которые просто Какой-то Бред пишут Совершенно Это очень сложный вопрос Если честно Мы про это спорили Очень много раз У нас был директор Ютуб-канала Одно время Очень креативный парень Он сказал Ничего Никогда не удаляем Все должно быть По правде И когда даже на него Писали Там Какие-то Обидные вещи Мы снимали Пародийные ролики На эти комментарии Ну то есть Это сложно Это Вопрос В котором Наша команда Расходится Кто-то говорит Удалять Кто-то говорит Не удалять Кто-то сказал Удалять только мат Кто-то говорит Удаляйте только мат На всех остальных Но у меня Оставьте все То есть Сейчас Моя позиция такова Это вопрос индивидуальный Что удалять Что не удалять И он должен Скорее всего Решаться индивидуально Окей Хорошо Давай перейдем К более таким Прозричным вещам Ты Насколько Я смог найти Очень профессионально Занимаешься йогой Причем очень давно Да Насколько давно С 14 лет Круто И у тебя И жена занимается йогой И вы с ней вместе Занимаетесь йогой Да Но женат я Не с 14 лет Не с 14 лет В какой-то момент Мы активно занимались Йогой С моей второй половинкой Мы даже выступали С парными номерами С йогой Но сейчас Конечно же Ну как бы Время идет И разная степень Вовлеченности В эти процессы Разная степень отношения Ну то есть Сам представь Что с 14 лет Сейчас мне 28 Я уже сильно изменился И за это время Много раз менялся Как появилась Компания Атмо-йога Как ты ее придумал Почему Что там вообще происходит Ты учишь Лично Людей йоги Или там У тебя какие-то Преподаватели есть В какой-то момент Я начал заниматься На таком Почти что Ну скажем так На полупрофессиональном Профессиональном уровне Хатха-йогой И я встретил Преподавателя Улисина Евгения Который является Автором этой системы Это авторская методика Атмо-йога Вот И я начал с ним заниматься И мы очень сильно Сдружились Я у него занимался Уже 3-4 3-4 или 5 лет Мы с ним занимались В какой-то момент Он мне сказал Что тебе надо Преподавать Вот Потому что Ты не можешь Как бы Это все в себе Аккумулировать Надо делиться В тот момент Я уже Наверное Активно занимался Лоблогом Лобскулом Мне немножко тяжело Все эти события Совмещать Ну давай Про атмо-йогу Именно Да Ну и Как бы Это не мой проект Его основатель Велик Все-таки Евгений Когда я пришел Я какую-то долю Айтишности внес Я ему сразу сказал Надо сайт сделать Мы запустили Чуть позже Ютуб канал Вот Мы начали вместе Делать разные вещи А он уже В йоге был Очень давно И он уже Когда я пришел Он уже собирался Делать курсы По йоге Обучающие Вот И мой опыт Здесь был Он мне Ну точно Кстати Я что-то Помог Сказал Что надо Сделать Мы Сделали Вебинары В том числе Там Да И естественно Мой опыт В этом плане Очень пригодился Но это вот Йога курсы И преподаю Я йогу Уже Наверное Четвертый год Это Это немножко Отдельная Тоже история Моя личная То есть Я как преподаватель Я Ну обучился Уже Не прошел Курсы Дважды Преподавательские У него Вот И Сейчас я помогаю Ему вести Преподавательские Курсы Там Являюсь Одним из Преподавателей Вот Это Петербург Поэтому Кто Занимается Йогой Welcome AtmaYoga Приходите Ты на этом Еще какие-то Дополнительные Деньги Поднимаешь Скорее Трачу Там Очень маленькие Деньги Там Как была История Мне Надо Достаточно Много Людей Вести На занятия Чтобы На этом Зарабатывать Мои Группы Небольшие Пока что Вот И Какое-то Время Естественно Деньги Какая-то Копилось И мы Решили Открыть Свою Студию Вот Мы В центре Петербурга Нобелинского Открыли Именно Помещение Которое Назвали Тоже AtmaYoga Вот Там Зал Мы сделали Там Ремонт Много Людей Друзей Наших Знакомых Принимало В этом Участие Вот И Туда Было Вложено Достаточно Много Денег Что я там Зарабатывал То есть И Просто постепенно Мы Все что мы Там Зарабатывали И ладно Я Не могу Сказать Про остальных Ребят У нас там Просто команда Уже Преподавателей Это как раз Было В ноль Примерно То есть Этот проект По йоге У меня Он Не является Каким-то Ощутимым Пунктом В моего Бюджета Это скорее Проект Который Я бы хотел Чтобы он Стал успешным Но он Еще Лично для меня Находится В состоянии Потенциала Какого-то Окей Не знаю Правомерно Или у тебя Спрашивается Такой вопрос Но я всех Спрашиваю Тебе спрашивают Тоже React Или Angular Правомерно Но мне нравилось Больше Когда ты Спрашивал Этот вопрос React Angular Или Vue Потому что У нас Наш руководитель Отдел разработки Решил Vue.js Использовать На нашем Новом кабинете Платформы Обучающий Поэтому Vue.js Вот А так Не Ну естественно Я все слышу Все эти Все вещи Про Angular И про React Я не могу сказать Это Очень забавный вопрос На мой взгляд Очень хорошо На твоем Предыдущем На одном из твоих Предыдущих подкастов Ведущий Пятиминутки JS Ответил Что все зависит От целей Очень четко Сказал Прям приятно Было слушать Отличный был Подкаст Все зависит От целей У того и другого Инструмента Искать свои плюсы Ты чувствуешь У тебя должен быть Какой-то опыт И на основании Этого опыта Ты должен Сделать вывод Принять решение Как инструмент Использовать Только так Не должно быть Фанатизма Типа все Все пишем Только на React В том числе Одностраничный Лендинг На фрилансе Заказанный Окей Это Правильный ответ Тоже вопрос Который я всем задаю Сколько сейчас Должен Зарабатывать В среднем Фронтенд Разработчик Ну пусть будет В Питере Так как ты Из Питера Да Вы зажрались В Москве Конечно Со своими 150 до 100 тысячами Я в каждом выпуске Слышу Это Я знаю Ребята Из небольших городов По России По СНГ Казахстан Минск Белоруссия Украина Соответственно И Для многих Это совершенно Космос То что вы Называете Эти цифры Я хочу сказать И говорю так Что Действительно Реально В Москве В Питере Зарабатывать Фронтенджеку 150-200 тысяч Это полная правда Это Не знаю Зачем это Спрашивать У меня Потому что Это лучше задать Aheadhunter.ru Мы кстати Выпустили Новый выпуск Ребят Приглашаю всех Посмотреть На лоу-блоге Наберите Девшоу И выпуск Обзор Современных Вакансий На рынке Фронтенда Это специальная рубрика У нас Посмотрим Зайдет Или не зайдет Мы там Смотрели И обсуждали Насколько Все это адекватно Кому стоит Отзываться Как это все Смотреть И понимать Итак Мой ответ Такой Вот представьте Себе Весы На одной чаше Весов Это зарплата Деньги Которые Ну там 250-150 тысяч Там Или меньше А на другое Чаше 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 Весов Проект Что Я вкладываю Слово Проект Что вы будете Делать На этой работе Раз Над чем Работать Я знаю Много ребят Которые работают В крупнейших IT компаниях И делают Там Ерунда Ё-моё Это просто ужас Я с ним Разговариваю Парень Он работает В топовых компаниях Не могу их называть По понятным причинам Очень счастлив Там Супер офис Все круто Ему все завидуют 150-200 тысяч Его А потом спрашивают Что ты делаешь Что-то Что Серьезно Там на этом пишут Да Ну как бы Ну приходится Что делать Ну вот Это раз Проект Который вы там пилите Второе Уровень свободы Если вас Не отпускают На час раньше С работы То Это рабство Феодальное Какое-то То есть Должен быть Адекватный Уровень свободы У вас на работе Можете ли вы Отпроситься Уехать куда-то Если вам Вы мечтаете Там Вот Сейчас вам надо ехать На какие-то соревнования По серфингу Куда-то уехать Вам скажут Ну слушай Извини Сейчас у нас сезон Мы не можем тебя отпустить То есть Уровень свободы Который Должен Быть адекватно Вашей личности Вашим требованиям Коллектив И так далее И так далее То есть И эти весы Они будут Перекачиваться То есть Часто кажется так Что наиболее Вот подходящий Под вашу личность Должность Вакансия Она может Вы посмотрите Потом все подошло Идеально Все как хочу Потом смотрите Ой Это всего лишь Там 70 тысяч рублей Что Мой кореш Получает 150 А я только 70 Ну ты посмотри Что твой кореш делает Ты хочешь так же Как он жить Окей Ну будет у тебя Ипотека В Москве Там за 10 миллионов Там Которые ты будешь Платить очень долго Но ты потратишь С лучших годов Своей жизни На что Ты будешь Просто одним Маленьким шурупчиком В огромной компании Да это круто Может быть Может быть нет Подумай сам Это твоя судьба Не надо деньги Всегда ставить Только во главу Во главу Во главу Ну ты понял Во главу угла Все появится Во главу угла Да Не ставь только деньги Хорошо Раз уж начали говорить Про деньги Во главе угла Насколько прибыльный Проект Лофтскул Что ты имеешь ввиду Насколько прибыльный Насколько прибыльный Это завуалированный вопрос Сколько Допустим Проект приносит В среднем в год Я не могу сказать Точную цифру По понятным причинам Точную цифру не нужно Это является естественно На коммерческой тайне У нас сейчас Три соучредителя В этой компании Ну порядок цифр Посчитать очень просто У нас примерно Допустим Если за год Может быть Тысяча выпускников Возьмите среднюю цену Курса указанную на сайте 15 тысяч рублей Ну умножьте ее На количество выпускников И станет понятным То есть Есть же затраты Какие-то еще Естественно Я упоминал Маржинальность Она не так высока То есть Сейчас У нас К сожалению Нет возможности Скапливать Большие капиталы На данный момент Компания Таким образом Ведет свое развитие Что все Что мы зарабатываем Вот допустим Всем выплатили зарплаты Заплатили все расходы У нас осталось Какое-то количество денег Соответственно Это количество денег Мы решаем Что с ним делать Почти что В ста процентных случаях Мы его Перевкладываем Перевкладываем Объясню Я несколько раз упоминал Что я называю нас стартапом Может быть Мои коллеги Там с учредителей Не согласятся с этим У нас нет инвестора Его никогда не было Мы сами инвестируем В свой проект То есть У нас есть выбор Окей Допустим Мы все распределили Выплатили всем зарплаты Осталось еще там 300-500 тысяч рублей В этом месяце заработанных Что мы сделаем Разделим их И купим Новые макбуки себе Или мы Поднимем зарплаты Некоторым ребятам Которым Пришло время их поднять Наймем новых специалистов Купим наконец Более удобный штатив Который сейчас Может стоить 20 тысяч рублей Объектив Который стоит 200 тысяч рублей Беспроводной микрофон Беспроводной микрофон Который Кстати говоря 70-80 тысяч рублей Это все Стоит денег И мы реинвестируем Конечно же Мне бы хотелось Чтобы этих денег Было больше Я мечтаю Чтобы наш отдел разработки Цвел просто Я хочу нанять Топовых программистов Которые сделают Все наши фантазии Реальностью Сделают Самую лучшую в мире Платформу обучения Этого пока Делать видео Образовательное Делать образовательные продукты На английском языке Как ты понимаешь Это огромные финансовые затраты И так далее Хорошо Давай тогда перейдем К нашей Попробуем перейти К нашей постоянной рубрике Готовим с фронтенд-разработчиком Можешь ли ты что-нибудь Поверить на эту тему Приготовить Нам в прямом эфире Что-нибудь Какой-нибудь Рассказать Свой Самый Удачный Любимый Рецепт Слушай Я Когда Мы заговорили с тобой Про подкаст И ты пригласил Подкаст Я думал о том Что настанет этот момент А дело в том Что я уже давно женат И я не готовлю Вот Но надо что-то Что-то делать Надо с рубрикой Спасать Я Люблю Очень Есть С утра Всякие вещи Типа Фрукты Фруктов И Фруктовых салатов Так называемых Я знаю что некоторые Это не едят А это очень вкусно Приведу пример Допустим Вы можете По сезону Каких-то фруктов Нарезать Какое-то количество И Взять Хороших хлопьев И взять Какой-нибудь Ну например Сейчас я стараюсь Сам молоко Не пить Потому что Ну Это тяжелый продукт С утра Вот Вы можете взять Какой-то заменитель молока Типа Очень много сейчас есть Соевое молоко Есть Миндальное Арахисовое Куча видов молока Сейчас это очень Станет популярно Вот Кому-то может быть Интересно Погуглите Зайдите В хороший магазин Супермаркет Вы найдете Огромный выбор Особенно в Европе Этого очень много Это актуально И можете смешать Это с бананом Получится Клевый йогурт И все это Залить этим йогуртом И это будет Очень вкусно Будете есть И вспоминать Этот рецепт От Димы Был отличным Ну или Я вас угощу Приходите в гости Мы устраиваем Часто встречи С ребятами Даже Вот в Москве Сейчас Мы гуляем И в инстаграме Пишем где мы В том числе Можно напроситься К нам на завтрак В хостел Там очень весело Этот подкаст Выйдет тогда Когда уже Вы давно будете В Питере Да Поэтому это Не так актуально Ну В Питере Мы тоже планируем Сделать ряд встреч И вообще У нас одно из желаний Больше делать Сейчас живых встреч Потому что Все-таки мы Онлайн проект Нам не хватает Движухи Живой Но мы будем Развиваться В этом направлении Окей И последнее Что мы обсуждаем В конце каждого выпуска Посоветуй что-нибудь Нашим Зрителям Что-то полезное Какую-нибудь вещь На неделю Какую-нибудь Которую ты Не так давно Сам узнал Или что-нибудь Техническое Если не значит Технического Можно что-то Не техническое Слушай Ну я посоветую Просто киллер фичу Которая Обогатит Очень сильно Всех слушателей Дев шоу Смотрите Дев шоу Что это такое На ютуб канале Передача Где мы Раз в неделю Обозреваем 10 полезных сервисов Вот ты просишь Сказать один А я говорю Что мы каждую неделю По 10 выпускаем Ну то есть Иногда у нас бывают Специальные выпуски Где мы Например говорим Про зарплаты Как я упоминал Или что-то еще Но мы Сами очень Премся по этой теме Типа полезных ссылочек Полезных сервисов И стараемся Все это аккумулировать В этой передаче Поэтому Дев шоу Добавляйте В закладки Заходите И это Будет для вас Очень полезной Ссылкой И сервисом Круто Спасибо тебе большое Дим за интервью Я думаю Что на этом Мы Плавно Закончим Всем нашим Слушателям Не устану Повторять Чтобы вы Подписывались На нас В саундклауде В итюнсе Слушали Все наши выпуски Если вы только Первый раз Услышали Что-то Про Frontend Weekend Мы всегда Очень этому рады В соцсети Наши Тоже их Очень много И там Очень мало Подписчиков Наверняка Их там Может быть Больше Всем будем Очень рады Очень хотим Продолжать Радовать вас Новыми выпусками Дим Спасибо тебе Что приехал Еще раз Хочу сказать Ребята Поддерживайте Такие проекты Как Loblog Как Frontend Weekend Очень нужна Ваша поддержка Потому что Ну Энтузиазм Он Подпитывается Обратной связью От слушателей Поэтому Прямо сейчас Не поленись Зайди Подпишись А серьезно Заходи Заходи Давай Отложи все И подпишись Поставь Напиши комментарий Лайк поставь Это здорово Поддерживает Все Спасибо Да Спасибо большое Всем удачи Пока 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 Ну что ж Наше Видео Интервью Видео Аудио Интервью Подошло К концу Необычный Очень интересный Опыт Я не знаю Что там Получится Я мысленно Разговаривал С ним С пушистым Микрофоном А вы За всем Этим Смотрели Да Спасибо большое Думаю Что это будет Круто Да Ну и вы Поняли Да Вот вы Зрители Лоу-блога Заходите На Frontend Weekend Подписывайтесь И там Вас ждет Много Крутых Интервью В аудио Я вообще давно Очень мечтал Чтобы мы Какой-то подкаст На постоянной Основе делали Мы пробовали Забрасывали Пробовали Забрасывали А вот есть люди Которые не забрасывают Поэтому Лайк Всем спасибо И пока Пока-пока Продолжение следует